Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего сегодняшнего урока по биологии – химический состав живого, вода и минеральные вещества. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, из каких химических элементов состоят клетки живых организмов, увидим, какую роль играет вода в живых клетках, поймем, как различные химические элементы влияют на жизнедеятельность растений, животных и других организмов. Живой мир нашей планеты необычайно разнообразен, но, несмотря на такое разнообразие живой природы, все организмы имеют одинаковый химический состав. В живых организмах встречается около 70 химических элементов из периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева. Однако, если сравнить количественное содержание этих элементов в живой и неживой природе, то оно существенно различается. В земной коре на долю кислорода и кремния приходится около 75 процентов от общей массы элементов. Выделяются несколько групп элементов в клетках. Клетки состоят из неорганических веществ, таких как вода, минеральные соли и органических веществ. Это белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. Первую группу элементов образует основных четыре элемента. Их называют макроэлементами. Водород 8 процентов, кислород 72 процента, азот 3 процента и углерод 15 процентов. В сумме эти элементы составляют около 98 процентов массы клетки. Самый универсальный из них это углерод. Уникальная способность атомов углерода соединяться между собой с образованием прочных и длинных цепей и циклов привела к возникновению громадного числа разнообразных соединений в живой природе. Ко второй группе химических элементов относят фосфор, хлор, серу, железо, калий, кальций, магний и натрий. В организме они составляют всего 1,9 процентов от массы клетки, но являются главными составляющими частями белков и нуклеиновых кислот. Ученые называют химические элементы первой и второй группы биоэлементами. Такие элементы, как медь, цинк, селен, кобальт, марганец, йод и другие содержатся в незначительном количестве. Их называют микроэлементами. Этих элементов в живой клетке всего 0,02 процента, но они выполняют очень важные функции. Минеральные вещества. Эти вещества в клетках присутствуют в виде ионов или твердых нерастворимых солей и составляют от 1 до 1,5 процента общей массы клетки. Они создают кислую или щелочную реакцию среды. Роль минеральных веществ огромна. В совокупности они обеспечивают жизнедеятельность организма. Нерастворимые минеральные соли являются составной частью костной ткани животных и человека, раковин моллюсков. Соли могут накапливаться и в клетках растений. Соли кальция в клетках растений образуют кристаллы в виде игл или ромбов и входят в состав оболочек клеток. У животных кальций входит в состав костей и зубов, участвуют в свертываемости крови. Цинк помогает клеткам поджелудочной железы вырабатывать инсулин, участвуют в жировом, белковом и витаминном обмене, синтезе ряда гормонов, стимулируют общий иммунитет, сопротивляемость к инфекциям. Йод важный компонент тироксина гормона щитовидной железы. Он оказывает влияние на обмен веществ в организме. Селен поддерживают иммунную систему человека. Ионы железа входят в состав гемоглобина и участвуют в переносе кислорода. Калий и натрий играют ведущую роль в регулировании водно-солевого баланса и кислотно-щелочного равновесия организма. Ионы калия и натрия содействуют проведению нервных импульсов, активизируют деятельность ферментов, влияют на рост растений. Хлор входит в состав желудочного сока. Магний является необходимой составной частью всех клеток и тканей, участвует в сохранении ионного равновесия жидких сред организма. Входит в состав ферментов, участвует в процессе нервно-мышечной возбудимости. Магний содержится в молекулах хлорофила. Медь, марганец и бор участвуют в кроветворении, фотосинтезе, влияют на рост растений. Фосфор участвует в обменных процессах углеводов и жиров, в образовании нуклеиновых кислот и белков, влияет на функции нервной системы. Обмен фосфора в организме тесно связан с обменом кальция, витаминов Д, В1, В6. При недостаточном поступлении фосфора у детей замедляются рост и развитие костной ткани. Нарушаются обменные процессы в организме. Фтор входит в состав эмали зубов. При его недостатке развивается кариес, а при избытке флюороз – это размягчение зубной ткани. Ионы молибдена, хрома, кобальта, цинка активизируют работу ферментов, влияющих на обмен веществ. Можно подвести итог, что минеральные вещества поддерживают гомеостаз, регулируют поступление воды в клетку, создают на мембранах разность потенциалов, необходимую для синтеза АТФ и передачи нервных импульсов. При нехватке микро- и макроэлементов могут нарушаться процессы жизнедеятельности организма. Ребят, а теперь давайте поговорим с вами о воде. Вода является самым распространенным веществом в живых телах природы. Во всем мире нет ничего более мягкого и податливого, чем вода. Но она точит твердая и крепкая. Никто не может ее одолеть, хотя любой может ее победить. Податливая побеждает крепкая, мягкая одолевает твердая. Все это знают, но никто не осмеливается действовать так. Писал о воде более двух с половиной тысячелетий назад китайский философ Лао Цзи. Знаете, воду вообще-то изучали довольно подробно. Я имею в виду, хорошо известно, что вода обладает необычными свойствами. Физическими и химическими свойствами по сравнению с другими жидкостями. Но ни один ученый не может объяснить, например, почему плотность воды при минусовой температуре увеличивается, а при плюсовой уменьшается. Любое вещество при охлаждении сжимается, а вода наоборот расширяется. Это уникальное свойство люди научились использовать еще в далеком прошлом. Северные народы добывали камень для строительства, заливая воду перед заморозками в расщелины скал. На юге деревянные клинья вбивали в трещины породы и поливали их водой. Разбухая, эти клинья разрывали камень. Гораздо позже ученые установили, что, находясь в порох и капиллярах, вода способна создавать огромное давление. В зерне, например, в момент прорастания оно может достигать 400 атмосфер. Вот почему росток с легкостью пробивает асфальт. Вода это маленькая молекула, которая имеет крайне специфические свойства. И нельзя найти других молекул, которые бы имели все те же аномалии. Если бы не было хотя бы какой-то из них, не было бы и самой жизни на планете. Любое из свойств воды уникально. До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода, единственное вещество на планете, может находиться в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. Почему из всех жидкостей именно у воды самое высокое поверхностное натяжение? Почему она является самым мощным растворителем на Земле? И каким образом вода способна подниматься по стволам огромных деревьев, преодолевая давление в десятки атмосфер? Антуан де Сент-Экзюпери писал «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое». Вода является одним из важнейших компонентов клетки. Ее содержание колеблется от 60 до 98% от общей массы, что зависит от типа клеток, тканей и организмов. Например, водоросли содержат до 98% воды, медузы – до 95%. Листья деревьев содержат от 50 до 97% воды, а в виноградных улитках воды – до 80%. Сочные плоды фруктов содержат до 95% воды, а в крови человека содержание воды – до 79%. Даже в зубах человека до 10% воды, а в сухих семенах растений – от 5 до 9% воды. Вода – это соединение водорода и кислорода. Молекулы воды взаимодействуют с разными веществами. Биологическое значение воды связано с ее свойствами. Единственное вещество, которое существует в трех агрегатных состояниях – в виде пара, жидкости и льда. Наличием водородных связей объясняется и тот факт, что при обычных условиях вода – это жидкость. Благодаря водородным связям при замерзании около 0 градусов Цельсия расстояние между молекулами воды слегка увеличивается. В результате плотность льда уменьшается, и он оказывается легче, чем жидкая вода. Превращаясь в лед в живых клетках и увеличиваясь в объеме, вода может разорвать их стенки и разрушить сами клетки. С водородными связями обусловлено и высокое поверхностное натяжение воды. Вода способна слепаться и с другими веществами, чем объясняются ее капиллярные свойства. Вода обладает высокой теплопроводностью. Благодаря этому свойству тепло быстро и равномерно распределяется по всему объему воды, находящейся в живых клетках, предотвращая перегрев в отдельных местах. Эти свойства делают воду идеальной жидкостью для обеспечения постоянной температуры клетки и организма. При испарении воды происходит существенное охлаждение поверхности, с которой она испаряется. Участие в терморегуляции организмов – еще одна биологическая функция воды. Вода является хорошим растворителем для органических и неорганических веществ. Вещества, которые легко растворяются в воде – это спирты, сахара, аминокислоты – называются гидрофильными. От греческого «гидос» – это вода, «филио» – люблю. А вот наоборот, жирные кислоты, жиры, бензин, масла, целлюлоза – плохо растворяются в воде. Их называют гидрофобными. От греческого «гидор» – вода, «фобос» – страх, боязнь. Вода служит катализатором, ускорителем многих реакций и средой, где протекают все химические реакции живого. Водные растворы веществ образуют внутреннюю среду клетки. С водой связан и тургор, от латинского «тургере» – быть набухшим, наполненным. То есть тургор клетки – это напряженное состояние клеточной мембраны, которое создается давлением внутриклеточной жидкости, которая на 70-90% состоит из воды. Цитоплазма определяет форму клетки благодаря воде. Растениям вода обеспечивает упругость органов, а у медузы служит гидростатическим скелетом. При обезвоживании многие организмы гибнут, а простейшие утрачивают все признаки жизни и впадают в анабиоз. Таким образом, вода не просто неорганическое соединение, а необходимое для жизни вещество. Но, вероятно, человек владеет еще не всеми сведениями о воде. Таким образом, все свойства и биологические функции воды имеют важное значение для жизни на Земле. Изо рта через пищевод вода проникает в желудок, а потом в кишечник. Там происходит ее активное всасывание. И вместе с водой всасываются растворенные ей вещества. И те, которые были в ней с самого начала – соли, минералы, микроэлементы. И те, которые поступили к нам в организм вместе с пищей. Здесь вода проявляет себя как мощный растворитель, обеспечивающий наши клетки всеми необходимыми веществами. Попав внутрь, вода отправляется в путешествие по всему организму. Для этого у нее есть универсальный транспорт – кровеносные сосуды. Сама кровь состоит наполовину из кровяных телец, а наполовину из плазмы, которая как раз и представляет собой воду с растворенными в ней органическими и минеральными соединениями. Вода, выполнившая свою функцию переноса необходимых веществ по всему организму, перед тем, как покинуть его, совершает еще одно важное действие. В результате биохимических реакций, переработки белков и углеводов, остаются естественные отходы – шлаки. Вода растворяет и их, после чего выходит из организма. И не только всем известным путем. Через почки наше тело покидает около 50% воды. Это примерно литр, если взять стандартное потребление в 2 литра. 300 миллиграммов выходит через кишечник, еще 300 мы просто выдыхаем в окружающую среду. И через кожу испаряются 400 миллиграммов. По объему, кстати, 2 стакана. В условиях нехватки воды организм подает сигналы, которые наш мозг идентифицирует как жажду. Скопление нерастворенных солей – это индикатор, который свидетельствует о внеклеточном и внутриклеточном дефиците воды. Следствие – уменьшение количества слюны. Сухость во рту мы воспринимаем как сигнал – нужна вода. Также сигнал могут подавать волюморецепторы – рецепторы объема, расположенные в правом предсердии и стенках полых вен. Информация о том, что кровь недополучает воду, отправляется в гипоталамус, что опять же ведет к тому, что мы отправляемся утолять жажду. Ребята, мы с вами сегодня поговорили о том, из каких химических элементов состоят клетки живых организмов. Рассмотрели роль макро- и микроэлементов в жизни растений и животных. Определили биологическую роль воды для живых организмов. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова